На протяжении уже двух дней сотрудники строительной компании, обязавшиеся снести часть торгового центра «Манеж», не могут проводить подготовительные работы по демонтажу части здания. Их действием препятствуют арендаторы торговых павильонов. Продавцы уже неоднократно провоцировали словесные конфликты и потасовки с подрядчиками, причиняя вред имуществу строителей. Подробнее об этом расскажет Екатерина Барковская. На этот раз камнем преткновения стал железный забор. Подрядчики, руководствуясь планом демонтажа, возвели его по периметру незаконного строения. А сотрудники «Манежа» разобрали его часть. Теперь утверждают за забором их оборудования. А для чего вы сделали здесь отверстие такое? Мы убрали один лист. Для чего? Кто дал указания вам такие? Причем указания. А с чего вы решили это сделать? У вас есть требования. А почему вы решили это сделать? Мы решили это сделать, чтобы обеспечить себе доступ к нашему оборудованию. Какой? Ну куда доступ? Ходите, ради бога. У вас оборудование работает, зафиксировано всеми уже службами. Это наше ограждение. Мы оградили строительную площадку по меткам, которые мы сделали. Я лично отвечаю за этот объект. Если что-то случится, я не думаю, кто будет отвечать. Директор от строя. Так что я отвечаю. Мои указания ставят в забор. В зону ограждения от посторонних подрядчики пытаются внести и часть потолка торгового центра. Специалисты считают его опасным для жизни посетителей «Манежа». Перекрытие, которое господин Бахоцкий в свое время сделал, оно сейчас уже практически обрушилось. Мы зафиксировали сейф-факт в МЧС. Монолитное перекрытие практически уже сломалось. Они пытаются перемычками железными его скрепить. Но это может продлиться час, два, три, день, неделя, не знаю сколько. Этот потолок находится на откованной лестнице на третьем этаже. Если это рухнет, это все обрушится до первого этажа, еще пробьет перекрытие первого этажа. Но поставить даже элементарные предупредительные таблички подрядчикам не позволяет администрация торгового центра. Последние ежедневно добровольно отказываются пускать строителей внутрь «Манежа». Попав в торговый центр, строители «Артстрой» встречают еще одну волну препятствия. Но теперь уже со стороны арендатора в помещении «Манежа». Установить ограждение подлежащих сносу торговых павильонов строителям так и не удается. По словам юристов, во время проведения подобных работ на объекте всегда должен присутствовать пристав-исполнитель. В данном деле Николай Петрышев. Но вместо него уже с завидной регулярностью здесь присутствует только пресс-секретарь службы. Служба судебных приставов в лице непосредственно пресс-секретаря постоянно появляется на объекте. И, так сказать, препятствует нахождению «Артстроя» для того, чтобы производить подготовительные работы к сносу объекта. В частности, не может «Артстрой» до сего времени обследовать объект так, чтобы определить установку, определить объемно-пространственные границы между подлежащим сносом объекта и объектом по Акеро-27. Недовольные работой службы приставов юристы готовят заявление руководству. Понимая о том, что Петрышев не справляется, видимо, один, поскольку он единственный у вас на таком объекте большом, и с такими сложностями движущиеся исполнение решения суда, мы попросили, чтобы ваш главный судебный пристав в Саратовской области решил вопрос о создании группы исполнения. В эту группу, по мнению специалистов, должны войти несколько судебных приставов, которые обязаны следить за выполнением вынесенных постановлений о работе подрядчиков, а также проконтролировать освобождение торговых павильонов от арендаторов. Соответствующее постановление уже было вынесено приставами. Срок его исполнения датируется 24 октября текущего года, но по сей день ни один продавец не покинул торговую точку. Екатерина Барковская, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.